Авиация первая, что пострадала от коронавируса. Границы закрылись и очень быстро оставили практически без работы сотрудников авиакомпаний. Рынок буквально остановился, самолеты простаивают на стоянках и взлетно-посадочных полосах, а редкие рейсы по стране не окупают авиабизнес. Но вот Победа уже заявила о том, что начнет полет. И значит ли это, что за ней подтянутся остальные и в скором времени авиасообщение вернется на прежний уровень? Эти вопросы с нами готовы обсудить по видеосвязи из Москвы эксперт по теме авиации Анастасия Дагаева. Анастасия, здравствуйте. Да, здравствуйте. Первый будет вопрос, очень общий, что сейчас в целом с рынком авиаперевозок в России, как обстоит дело? Давайте, чтобы ответить на этот вопрос, я все-таки попытаюсь погрузить Россию в контекст глобальный, потому что вообще-то он очень схож. Сейчас по всему миру авиаперевозки, регулярные пассажирские, приостановлены. Я просто вижу статистику, и апрель был самым нелетающим месяцем в истории современной авиации. На Земле стояло до 80% всего флота мирового, и было сокращено более 90% всех пассажирских рейсов в мире. Россия здесь, может быть, немножко стоит чуточку особняком, как, впрочем, другие большие страны, такие как Китай или США. Дело в том, что у России есть свой внутренний рынок авиационных перевозок. Он, конечно, тоже пострадал, но полностью он не остановился, понимаете? То есть, несмотря на то, что с марта там были жесткие ограничения на международные вылеты, то есть Россия закрыла все международное авиасообщение. Внутри России перевозки продолжились. Летал и продолжает летать ЮТЕР, С-7. Что-то осталось у аэрофлота. И по итогам апреля, вот сейчас вот Росавиация дала статистику, в России было остановлено 92% всех авиационных перевозок. У аэрофлота было сильнее падение, 95%. Но какой-то процент внутренних перевозок, тем не менее, сохранился. Что касается крупных авиакомпаний, насколько они понесли убытки, насколько много было этих убытков в связи с тем, что остановилось международное авиасообщение? Ну, как я говорила, до этого пострадали из-за такого драматического падения авиаперевозок все авиакомпании. Теперь попытаемся понять, скажем так, степень драматичности у отдельных авиакомпаний. Сильнее всего пострадал аэрофлот. У него просто была очень мощная маршрутная международная сеть. У аэрофлота 94 международных направления. Соответственно, они все были остановлены. И понятное дело, что международные рейсы, международные маршруты, они были наиболее прибыльными. Вот. То есть, больше всего пострадал аэрофлот. И если посмотреть на цифру крупнейшего национального перевозчика, сколько он перевез в апреле, это было 148 тысяч человек. Это просто, ну, крошки, да? Что касается других крупнейших перевозчиков S7, UTR, у них международная сеть, она поскромнее, понятное дело, да? И, ну, и логично предположить, что и падение, ну, или там, скажем так, сокращение доходов, оно тоже было поменьше. Вот. Отдельно хочется сказать про S7 и UTR. Дело в том, что у них очень, ну, такие развитые внутренние перевозки. S7, например, несколько лет очень активно развивала свой хаб в Новосибирске. И у них очень хорошая маршрутная сеть от Новосибирска до Владивостока. Соответственно, конечно, это все сократилось, потому что людям, ну, во-первых, ну, скажем так, отпала какая-то надобность летать. Во-вторых, вот эта вот серьезная история с карантином, да? То есть, если ты куда-то перемещаешься, есть риск, что ты там будешь где-то на карантине. Вот. У них падение случилось. Но больше всего пострадал Аэрофлот. Ну, и тем не менее, у Аэрофлота есть дочерняя авиакомпания, это Победа. И именно с нее они решили начать возобновление авиаперевозок. Почему? Как вы думаете, именно Победу они выбрали для начала вот введения снова авиасообщения в действие? Давайте я тут немного поясню. Как раз, когда начались серьезные вот эти вот сокращения авиаперевозок, в конце марта, в начале апреля Победа полностью остановила все свои рейсы. Но при этом Аэрофлот все-таки тут корректнее говорить не то, чтобы восстановление, да? То есть, полеты все-таки есть и были. Их просто было меньше. Вот. Соответственно, есть такое предположение, чтобы Победа не дублировала маршруты материнской компании Аэрофлота, а ее решили остановить на два месяца. Что касается вот этой последней новости о том, что Победа возвращается в небо с 1 июня, в целом это позитивная новость. Почему? Потому что, значит, есть ощущение, что будет спрос на внутренние, прежде всего, перевозки, да? Тут очень важно подчеркнуть, что сейчас речь идет прежде всего о внутреннем рынке. Пока международные авиаперевозки не открыты. То есть вот это авиасообщение между Россией и другими странами не открыто официально. Вот. Значит, у Победы, будем так предполагать, да, есть, там, я не знаю, какая-то аналитика, что люди внутри России будут летать. А возможно ли вообще как-то рассчитать, за какой период времени они снова начнут окупать свои поездки, полеты? Ой, вы знаете, этим вопросом задаются самые, знаете, такие большие умы в авиационной отрасли. Я сейчас очень много слушаю различных подкастов и вебинаров именно международных авиационных экспертов и профессионалов. Знаете, тут два важных момента. Первый вопрос, как долго продлится вот эта вот изоляция, режим вот этого карантина и повышенных ограничений. Если действительно все это будет сниматься с середины лета, есть вот такой прогноз, да, что с июля может быть так, что все вот эти ограничения будут смягчаться, по крайней мере, и авиакомпании начнут возвращаться к своей жизни, тогда период, скажем так, возврата на докризисный уровень, он может ограничиться там годом-полтора. Если все-таки вот эти ограничения будут сниматься ближе к осени, и дольше авиакомпании будут стоять в заморозке, соответственно, и восстановление будет дольше. Я лишь одну цифру проведу, мне кажется, она довольно интересная. Вот 11 сентября 2001 года, когда случились серьезные теракты в Нью-Йорке, вот очень сильно пострадало авиационное сообщение. Как мы знаем, после этого были введены серьезные ограничения, там, и секьюрити-контроль и так далее. Вот американский рынок после тех страшных событий, он больше всего пострадал, восстанавливался три года. То есть возврат количества пассажиров летающих случился только через три года, они достигли этого уровня. И тоже есть разные оценки, что да, в среднем, в зависимости, конечно, от рынка, от страны, понадобится примерно три года. Я, как говорила в самом начале, страны, обладающие внутренним рынком, ну, это просто большие страны, это США, как я говорила, Россия, Китай, Бразилия, это страны с большой территорией. Имея внутренний рынок, они, конечно, будут восстанавливаться несколько интенсивнее с какой-то большей перспективой. Но, тем не менее, какой-то период, это будет убыточная работа, получается, или она будет вот в ноль по линейке выходить? В ноль не будет выходить, конечно, будет убыточная, но вы представьте, что вот сейчас, такие тоже, опять же, очень примерные оценки, пассажиропоток по итогам года может сократиться вдвое. Понимаете? Пассажир – это источник доходов. По большому счету, авиакомпания единственный источник доходов – это кошелек пассажира. И если этих кошельков, условно говоря, становится вдвое меньше, можно предположить, что и доходы авиакомпании тоже упадут вдвое, даже больше, скорее всего, с учетом простоя. А если так вот тоже пояснить, авиаперевозки – это очень низкомаржинальный бизнес. То есть даже в хорошие, в жирные времена авиакомпании не так уж много зарабатывали, понимаете? Схлынет самый, скажем так, может быть, денежный и массовый сегмент – это туристы. Конечно, останутся бизнес-пассажиры, останутся люди, которым нужно ездить по семейным делам. А вот именно туристические направления, туристический поток, он как раз и серьезно схлынет. Мы говорили сейчас о крупных компаниях, у которых не очень все хорошо. Что тогда будет с более мелкими компаниями? Например, я не знаю, относятся ли к более мелкой компании, например, компания «Уральские авиалинии». Что будет с ними? Нет, «Уральские авиалинии» относятся к крупным, наверное, да? К федеральным, все-таки, большим компаниям. Тогда о тех, кто мельче. Я поняла ваш вопрос. Есть ли вероятность, что они прекратят свою работу и свое существование? Ну, давайте тоже дам маленькое пояснение. Росавиация ведет статистику по 35 авиакомпаниям, то есть официально зарегистрировано, да? По 30 они дают данные по пассажиропотоку. Из этих вот 30, 4 считаются такими большими федеральными. Это «Аэрофлот», «С-7», «ЮТЕЙР» и «Уральские авиалинии». Вот они и считаются федеральными перевозчиками. На них приходится порядка 70% всего пассажиропотока в России. Остальное все делят более мелкие компании. Да, есть в России такой, он, конечно, тоненький, маленький этот сегмент региональных перевозок. К ним относятся больше десятка, на самом деле, мелких региональных перевозчиков. И им очень тяжело. И даже в конце марта ассоциация этих вот именно региональных перевозчиков обратилась к Мишустину с просьбой как-то включить вот именно региональные перевозчики в так называемый список системообразующих предприятий, вы наверняка о нем слышали, чтобы как-то рассчитывать на помощь. Насколько я понимаю, никакого ответа не было. И вы знаете, тут буквально, мне кажется, очень полезна будет давать вас информация. В моем инстаграме, вот Авиадагаева, я разместила информацию про Шереметьево, аэропорт. А пришла как раз женщина, она работает в аэропорту Барнаул. Вот, и рассказала, что вот если Шереметьево плохо, то каково региональным аэропортом? Просто надо понимать, что аэропорты не живут без авиакомпаний. Это, ну, это совершенно логично, да. И вот она просто рассказала, я там ее порасспрашивала, она поделилась информацией, что последние несколько лет Барнаул довольно классно наращивал пассажиропоток. И они дошли до крутой цифры 500 тысяч человек в год. И сейчас все это, к сожалению, сокращается, насколько она не смогла даже сказать. И там хотели летать и Севен, и Ираэра, и Красави. Вот это как раз вот эти вот все, ну, Красави и Ираэра, они все региональные, да. Вот, а к сожалению, откладывают полеты Севен, Ютеир. И они причем летали, вот как я у нее расспросила, Барнаул-Новосибирск, Барнаул-Красноярск, да. То есть минуя Москву. У российского авиационного рынка есть определенная сложность, я бы сказала, даже проблема. Там значительный пассажирский поток идет на Москву. И при этом, если ты хочешь улететь из Иркутска в Владивосток, есть риск, что ты полетишь через Москву, понимаете. Вот. И я на самом деле с интересом большим смотрю и наблюдаю за региональными аэропортами и региональными авиакомпаниями, которые большие молодцы, несмотря на там ряд трудностей, развивают именно региональные перевозки, минуя Москву, потому что это очень важно. Людям нужно общаться там и за пределами Москвы, да. И, конечно, эти истории, ну, я очень расстраиваюсь. И вот так, чисто по-человечески, да. И если там отбросить эмоции, надо понимать, что это снижение пассажиропотока, снижение денежных потоков, тоже, как бы, потеря доходов. Соответственно, развиваться не могут. Ну, вот это вся печальная цепочка. Понятно. Спасибо большое, что ответили на все мои вопросы. А у нас в студии была Анастасия Дагаева, эксперт по авиации. Будем надеяться, что наш барнаульский аэропорт сможет быстро вновь восстановить те цифры пассажиропотока, которые были до карантина.